Темп распространения коронавируса в Украине немного снизился. По данным Минздрава, за эти сутки зафиксированы 270 новых случаев заражения. 22 человека побороли заболевание, пятеро умерли. Это вдвое меньше, чем вчера. Всего в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Среди них 64 медработника. Число умерших приблизилось к сотне. Выздоровели 119 пациентов. Эти данные сообщил министр здравоохранения Украины. Кроме этого, Максим Степанов рассказал о количестве больниц, готовых принять зараженных и напомнил, что госпитализация инфицированных проводится в соответствии с утвержденным алгоритмом. В нас визначено 242 лікарні. Це перша хвиля, які працюють з COVID-19. При відповідної клінічної картини, коли потрібна дійсно госпиталізація, відбувається госпиталізація за рішенням лікаря. І відбувається воно на основі щоденного, я підкреслю, щоденного мониторингу, декілька разів на день. Це все прописано в нас і доведено до сімейних лікарів в нашому алгоритмі. Тоді відбувається, приймається рішення щодо госпиталізації. Коронавірус у годовалого ребенка зафіксировали в Херсонській області. Как сообщає глава Херсонської обл. адміністрації Юрий Гусев, диагноз подтвердився у 32-летній женщины і її ребенка. Сейчас вони на самоізоляції под ежедневним медицинським надзором. Всего же в області зарегистрировали 34 случая зараження. Из них один человек выздоровел і один скончался. За останню дню ми провели 130 ПЛР-тестів і виявили три нові випадки коронавірусу у нас на Херсонщині. Зокрема, це дві особи з Олешківського району, які контактували з раніше захворілим на COVID-19 чоловіком. А також один випадок, який сьогодні був зафіксований в областному центрі в місті Херсоні. І це жінка 44 роки з Чернобаївки Білозерського району. Українські учені разработали тест-системи для определення антител к коронавірусу. С їх помощью будуть виявляти особий белок в плазме, вилечившихся від COVID-19, і использовать його для лечення тяжелобольних. Також разработка позволит в будущем проверити эффективність вакцин против коронавірусной інфекції. Пока отечественная новинка проходит испытання, Україна стала п'ятой страной в мире, где создали собственные тест-системи. По данным ВОЗ, в мире сейчас разрабатывают 70 вакцин против коронавіруса. Три препарата уже тестирують на людях. По 1000 гривень українським пенсіонерам начнут выплачивать уже в ближайшие дні. Начисление займет около пяти дней. После вступления в силу бюджетных изменений, сообщила министр соціальной политики Марина Лазебная. Накануне Верховная Рада одобрила единоразовое пособие людям, у которых пенсии меньше 5000 гривен, а также получателям соцпомощи по инвалидности. На это предусмотрено более 10 миллиардов гривен. Европейский Союз не снимет санкции с Россией из-за пандемии коронавіруса, заявил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр. По его словам, условия отмены ограничений четко прописаны. Это возможно только при выполнении РФ минских договоренностей. В марте ЕС США и Украина не поддержали предложение ООН отказаться от санкций на время пандемии. Первая смерть от коронавіруса в американском Вайоминге. Штат был последним в США, где до вчерашнего дня не було смертельних случаев. В Америке наибольшее количество жертв COVID-19 в мире – свыше 23 тысяч. Наихудшая ситуация в штате Нью-Йорк. Кроме того, Соединенные Штаты занимают первое место по скорости распространения коронавіруса. Там 587 тысяч зараженных. Около 30 человек погибли из-за мощных штормов на юге Соединенных Штатов. Там пронеслось несколько десятков смерчей, которые стали самыми смертоносными за последние 8 лет в США. Метеорологический центр США зафиксировал около 40 торнадо. Стихия разрушила множество домов и парализовала транспортное сообщение. Я хотел бы выразить свои соболезнования людям, которые перенесли смертельное торнадо в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Флориде, Джорджии, Теннесси и Южной Каролине. Правительство сделает все возможное, чтобы помочь этим общинам встать на ноги. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США уже этим занимается. Укрпочта начала доставлять украинцам освященные паски. По домам развезли уже больше пяти тысяч куличей. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклей. Всего Укрпочта в предпраздничную неделю получила больше 14 тысяч заказов на доставку освященных пасок.